Сегодня на совещании у президента с прокурором страны говорили о предпринимателях. В центре внимания защита трудовых прав, причем как самих предпринимателей, так и работников. Как рассказал Анатолий Гурецкий, недавно прокуратура провела проверку в сфере сельхозпроизводства и общепита. Выявили почти 70 фактов нарушения трудового законодательства. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда граждане жалуются на то, что в течение определенного периода времени выполняли трудовые обязанности, однако оформления должного это не нашло и в любом случае это влечет впоследствии проблемы с исчислением стажа, с начислением определенных налоговых платежей. Денег в виде налоговых отчислений в этой ситуации недосчитывается и бюджет. Вопрос нужно решать. В России, к примеру, работник и работодатель заключают трудовой договор. Обсудили навстречу и работу самой прокуратуры. Летом ей вернули часть полномочий, например, по поддержанию гособвинения. Как рассказал Анатолий Гурецкий, сотрудники прокуратуры уже выступили в качестве обвинителей по ряду уголовных дел, в том числе резонансных. Хотел бы нацелить прокуратуру на поддержание не только обвинения, а самое главное, наверное, законности. Кто бы ни был обвиняемый, независимо от его должности, ранее занимаемый, в отношении него должны соблюдаться все права, которые предусмотрены и конституцией, и законом. Вину у нас определяет только суд, это правильно. И не может быть правого государства при зависимых судах. Суд у нас должен быть независимый. Если права подсудимого нарушаются, прокуратура должна реагировать незамедлительно, подчеркнул президент.